Девочка-пай Вот эти все эмоции Вы можете читать на моем лице Здесь нет ни тени, ни лукавства Потому что у меня нет никаких проблем Потому что я сел на фреклайнер Columbia Оборудованный такой приятной во всех смыслах этого слова штукой, как Smart Shift Что это такое? Это автоматическая коробка Ну, вы, в принципе, слышите по оборотам двигателя, как она переключается И не скрою, я специально прокатился Повыжимал с этого фреда, ну, так скажем Все, что мог И понял Что, пацаны, вам же не надо покупать Вам надо покупать Фредлайнер Columbia А где в Мактрансе, конечно Сейчас немножко лирических отступлений Почему фредлайнер Columbia На Smart Shift Потому что, ну, скажем так Столько места, сколько во фредлайнере Нет ни в одном джипе Я вам серьезно говорю Сколько сюда народа можно садить? Мы как-то в джип в один Запихали 25 девушек Сюда можно их запихать Человек 50 Ну, вам-то нужна одна или две Вот И при этом вам тут будет место Как двухкомнатная То есть в трехкомнатной квартире Автомобиль с интересным пробегом 434 тысячи мили Ну, это чуть-чуть больше, чем 600 тысяч километров И машина, мне запросит, 2003 года Так, мы вам обещали показать всю линейку двигателей Которыми оборудованы фредлайнеры Да, вот, пожалуйста Вот вам и Детройт 14-литровый На 430 кобыл аж А вот теперь самое интересное Почему вам необходимо просто поехать в Мактранс Знаете, существует генерация в Америке Грузовиков, которые возят в воздух Да-да, ничего не подумайте И вот именно такие грузовики Мактранс и привезла в Магнитогорск и в Челябинск Соответственно А что за машины? А машины от United First Service То есть, ну, это почтовая служба Соединенных Штатов Америки, между прочим Ну, а почтовая служба, ну, как-никак Цистерны 40-тонные не возят Поэтому эти автомобили обладают, ну, небольшим пробегом И полным отсутствием износа двигателя Ну, подумайте сами, почта, это же воздух И почему я все-таки рано или поздно Когда-нибудь, ну, когда мне на смену придет Другое, более одаренное поколение Возьму себе Фредо и буду на нем кататься Получать удовольствие Ну, расход топлива Разумеется, это расход топлива В самом нагруженном состоянии Не больше 35 литров А если на голове кататься, так это вообще Ну, чуть-чуть больше, чем джип Но при этом 14 литров И при этом вот сзади меня Nexia несется, да? Хочет обогнать Давайте ее удивим А вот так Nexia удивляется Потому что этот дядя Федор Такой скромный вроде американский пацан Вот так вот 110 км в час И все телекамушки Которые за мной были Ну, смотрите и читайте по буквам В как-то, мол Так, что еще? Это пневматическая подвеска всех колес Ну, не все колес задние Что еще? Это космические сидения Это полный фарш, бешбармак Лагбан называйте как угодно Вам не надо даже телегу отцеплять Выходить Вон, щелкнули и все И полетели Так Ну, теперь вам это все понравилось И теперь я самое интересное расскажу Уже в окончании Автомобиль за 1 миллион, ну, 688 тысяч рублей Который возил воздух вам доступен И таких машин много И обратите внимание Они такими стильными красными кабинками С работающими кондиционерами С нетекущими турбинами Ну, с объемом пространства В котором жить, размножаться Плодиться И рожать, в принципе, тоже можно А где такие автомобили приобретаются? В Магнитогорске есть выезд В сторону Верхнеуральска Мы на нем частенько бываем Но нам очень нравится Большое количество автомобилей Нам очень так же нравится Что эти автомобили очень быстро раскупаются В поселочной Атолице, пожалуйста, приезжайте Почему Мактранс преимущественно Вводят фреклайнеры и Вольво? Ну, потому что это наиболее распространенные грузовики И вы, конечно, при желании можете купить И там Питербилд, и Кенворд И макешники, и форды там, разумеется Да любую технику специализированную И все И сервис, и гарантия вам обеспечена Ну, разумеется, нормальная эксплуатация То есть водителя, ну, просто такого дуба-дуба Сюда садить не надо А так, зарабатывайте деньги Получайте удовольствие А что еще надо? Редактор субтитров А.Семкин